Здесь у нас находится ресепшн. Здесь мы встречаем гостей и провожаем их на различные другие наши процедуры. Здесь у нас находится зона маникюра. Мы работаем с ноготочками. У нас есть аппаратный маникюр. Также используем различные крема, масла для ноготочков. Здесь у нас находится зона педикюра. А здесь у нас находится наше сердечко студии. Здесь у нас выполняются услуги шугаринга. А еще целый комплекс парикмахерских услуг и услуг по уходу за лицом и волосами. Каждый уголок этой студии Лилия Сюксюмова обустраивала сама. Руководит ею три месяца. После службы на вспомогательных судах и работы в военном госпитале сфера красоты опыт абсолютно новый. Но кажется, именно это занятие станет делом всей жизни. Женщины очень красивые создания. Но иногда они немножечко перестают это в себе ценить, наверное, замечать. И очень хотелось бы им немножечко помочь. Возможность открыть свою студию красоты у Лилии появилась в 2020-м, после того, как прошла двухнедельный обучающий курс. Основы предпринимательской деятельности – одно из направлений, которое предлагают в Центре занятости. Нетрудоустроенных граждан там поддерживают. Воплотить бизнес-идею помогают финансово. Единовременная выплата – 100 тысяч рублей. Я очень рада, что я стала участницей программы. 100 тысяч – это, может, не колоссально большая сумма, но для начинающего предпринимателя она имеет очень большой вес. Курс преподавали в Севастопольском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Начинающих предпринимателей учили самому важному. Как открыть расчетный счет, грамотно заключить коммерческий договор. Знакомили и с бухгалтерским учетом, и с кадровым делопроизводством. А еще поддерживали психологически – это не менее важно. В своей студии Лилия Сюксюмова пока работает одна, но хочет расширять штат. И Центр занятости снова готов помочь. Предприниматели, которые планируют расширять свой бизнес и принимать на работу наемных сотрудников, могут рассчитывать на предоставление финансовой помощи от службы занятости в размере 100 тысяч рублей, на создание дополнительного рабочего места для трудоустройства сотрудников безработных граждан по направлению Центра занятости населения. А безработных граждан, которые еще не выбрали себе занятия в Центре занятости, направят, проконсультируют, помогут составить бизнес-план и проведут тест на выявление способностей к предпринимательству. Анастасия Синица, Денис Прошин. Новости Севастополя. Новости Севастополя. Новости Севастополя. Продолжение следует...